Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня у нас продолжение винной темы. Я вам расскажу, что делать, когда брожение уже закончилось, как распознать, что оно закончилось, как снимать с осадка, но еще некоторые нюансы. Итак, пойдемте посмотрим, что же сейчас происходит с вином. Итак, давайте посмотрим, что тут у нас. Как понять, что брожение остановилось? Конечно, по затворам. Вот смотрите, затвор ровно стоит. И сейчас я перебеду на другой. Видите, затвор пошел в обратную сторону. Когда он пошел в обратную сторону, то уже 100% все остановилось. Как видите, не надо бояться, вода никуда не всосалась, никуда не попала, как кто-то писал, что ай-яй-яй, все может испортиться. Ничего не испортится. С момента, вот это вот мой реформ, с момента постановки на брожение, вот прошло, видите, сколько. Сегодня у нас 28 октября, то есть, ну, практически два месяца. Все, теперь вино практически готово. Сейчас я даже подниму бутыль, покажу на свет. Вот оно уже постепенно приобретает прозрачность. Ну, вы видите, его таким, скорее всего, более рыжим. На самом деле, в жизни оно несколько светлее. Ну, и сейчас то время, когда вино надо снять с осадка. Налила в стакан контрольный замер ориометром. Сахара показывает там 1% остаточный. Понимаем, что крепость, немножко мы поэтому не рассчитаем, потому что изначально сахара в этом сусле было 25%. То есть, если перевернуть ориометру в другую сторону, он бы показал там в районе 12 градусов. То есть, на самом деле, может быть чуть крепче. Но в этом сейчас алкоголя практически не ощущается. Те, кто писал, что попробуйте все почувствовать, и ничего вы не почувствуете. Вот это сейчас по вкусу, как компотик. Итак, классический вариант перелива. Это шланг, разные уровни, и переливаем через шланг. В качестве шланга, что у меня это, по-моему, резиновый жгут. Можно использовать капельницу. Но капельницы будет безумно-безумно долго. Вариант еще какой. На Алиэкспрессе продаются специальные шланги с помпой. Это гораздо проще, но мне еще не пришло. В принципе, с первого осадка можно просто взять и аккуратненько слить. Гуще останется, перелили в более мелкую посудку, поставили еще отстояться, и все. И не надо заморачиваться всеми вот этими действиями. Значит, вот такое вино, полностью отбродившее, теоретически уже готово. Как видите, у него, конечно, еще не совсем товарный вид, оно немножко мотновато. И по-хорошему ему надо было бы еще отстояться, чтобы стать лучше по вкусовым качествам. Но теоретически такое молодое вино уже можно пить. Единственное, что, как я сказала, например, в этом алкоголе вы вообще спирта не почувствуете, но по голове и сознанию это будет бить хорошо. Поэтому с таким молодым вином надо быть осторожным. Смотрите, надоело мне возиться, я, как я говорила, просто зла и перелила. Вот чуть-чуть отстоялось, и видим, там еще сантиметр остался. Сейчас я-то перелью в меньшую баночку, и тогда можно отстоять еще. Но если у вас объемы небольшие, и даже вот этих остатков жалко. Вот, получилась такая страшная муть. Ничего страшного, оно чуть-чуть отстоится, и тогда я уже трубочка остатки сниму. И смотрите здесь, ну уже коричневая бутылка, коричневая бутыль долила до верха, аж до сюда. И смотрите, вновь поставила затвор, и видите, брожение чуть-чуть еще идет. Итак, смотрите, значит, все уже бутыли я сняла с осадка. И обратите внимание, вот, кстати, это первое, на которое я показывала, видите? Еще процессы какие-то идут. Хотя прошло вот два дня с этого момента, а эти я снимала сегодня. И здесь сразу оговорюсь, было много в комментариях различных, там суждений нужен, гидрозатвор не нужен, да мы вообще не используем. Ну, кроме того, что это удобно и нас подстраховывает, это еще и информативно. Потому что там, смотрите, у нас вроде как брожение закончилось, вот я перелила, видите, везде процессы восстановились. Да, они сейчас будут идти очень коротко, но тем не менее. А так, вы бы решили, что это все остановилось, вынесли бы на холод, все бы затормозилось, а потом весной, либо когда потеплеет, там, как правило, возникает эта проблема с марта по май, у вас повторно начинает все бродить, газироваться и так далее. Зачем эти проблемы? Надо дать суслу завершить все процессы самостоятельно. Что я делаю теперь? Я оставляю здесь пока что в тепле, да, сзади вы видите батарею, батарея пока не работает. Но я оставляю при комнатной температуре, поскольку с осадкой я сейчас сняла, как только затворы остановятся, я все это выношу на балкон. Ну, в вашем случае это может быть балкон, либо подвал, какое-то прохладное место, которое у вас есть. И там, недели через 2-3, мы смотрим следующее выпадение осадка и вновь с него снимаем. Еще в тот момент тоже затворы сохраняются. И уже вот это второе снятие с осадка, его можно делать, ну, уже более так тщательно, не так, как я переливала, вам показывала, а уже через трубочки. Как часто снимать с осадка? Ну, где-то раз в 2-3 недели будет достаточно. В принципе, можно раз даже в месяц. Ну, как только у меня выпадет второй осадок, я вам обязательно покажу. Ну, а пока я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на мой сайт с полным ассортиментом сортов винограда и моими контактами. До новых встреч, пока!